С самого утра у Братской могилы вблизи Бобруйской крепости трудятся работники типографии имени Непогодина. Здесь покоится 11 участников коммунистического подполья, которое действовало на территории города в годы Белопольской оккупации. В 1926-м на этом месте установили часовню и мемориальную доску. Фронт работы, посадка цветов, уборка мусора, покраска и не только. Это одна из важнейших задач по патриотическому воспитанию нашей молодежи. А также уважение и дань нашим предкам. Молодежь тоже не остается в стороне. Ребята из строительного колледжа откладывают учебники и берутся за кисточки. Обновляют ограждение вдоль Минского шоссе. В составе трудового десанта 15 человек. Работают дружно и задором. Сегодня мы работаем возле вечного огня, где обогранили несколько сотен красномерцев, которые освобождали наш город. Кипит работа и на площади Победы. Список дел у коммунальщиков большой. Это место святое для каждого бобруйчанина. Сегодняшний облик мемориальный комплекс приобрел после реконструкции, произведенной в 2005-м. Новыми красками засиял легендарный Т-34. Танк генерала майора Бахарова весной 44-го. Именно он со своими бойцами сводил Бобруйск от немецких оккупантов. Подержание порядка на братских могилах, обелисках и мемориальных комплексах – не просто благоустройство территории, а общая обязанность – сохранить память о людях, которые не дожили до наших дней. Тех, кто отдал свою жизнь ради мира. С той войны не вернулся каждый третий белорус. Максим Кембли, Станислав Чичерин, Максим Галеонка, Бобруйск, 360.